Друзья, всем привет! Многие интересуются, ну, кто-то думает, кто-то вслух произносит, зачем я часто делаю перестановки. Ну, не то, чтобы прям я часто-часто двигаю, но бывает, что я меняю цветы местами, причем я не бегаю с одним и тем же горшком туда-сюда, а это разные цветы в разное время меняют свою дислокацию. Ну, вот, друзья, сейчас на примере показываю. Вот стоят агланемы. Посмотрите, красивые цветы, да? Вот, стоят в таких вот они кашпо тройных. Ну, посмотрите, какая вот эта куча сейчас стала уже, ну, скажем так, выглядеть кучей. Им уже здесь тесно, они стали подрастать, им уже тесно. Они вот уже там упираются в лампу. И самое важное, что вот когда заходишь и смотришь, то есть видишь просто красивые какие-то кусты, но их не видно так, как должно быть. Например, да? Вот если бы этот горшок стоял где-нибудь на полочке пониже, да? И вы могли бы его уже лицезреть вот так, с высоты, вот сверху, да, и видеть красоту листьев. Понятно, что все цветы, которые имеют красивый окрас листьев, они все заслуживают внимания и все заслуживают пьедестала такого, чтобы прям это было на виду и чтобы это было видно. Но невозможно. Я на цветы жадная, количество цветов большое. И всех разместить по удобству не всегда получается. Вот, поэтому периодически приходится где-то что-то менять, переставлять. И вот сейчас на примере оглаш я вам хочу как раз вот показать, да, к чему приведет моя вот эта перестановка. Потому что я хочу их видеть все, во всей красе. А я что вижу? Я вижу только крайние горшки и вижу только одни листья. Причем нижнюю их часть большинство. Вот я убрала отсюда оглаши. Поставила здесь антуриум и аллоказия. И здесь у меня есть еще места. Но они для аллоказии, для красной, которая у меня сейчас переукореняется в тепличке. Ну, то есть, в любом случае, тут как бы у меня есть местечко. Есть куда расти антуриумом. Они могут теперь наращивать ботву, листья. У них тоже раскидистые будут кустики. Поэтому, в принципе, им здесь будет свободно и достаточно светло. Вот. А два места, там вот пустые горшки стоят. Это вот аллоказия. Если у меня прикоренится удачно красная, то она займет потом сюда место. Ну, а что же стало с оглашами? Куда поехали они и как они сейчас выглядят. Вот, друзья, я их просто поменяла местами. Я оглаши поставила все на полочку. Она ниже, чем тумба. Над ней также есть подсветка лампы. И теперь, когда я к ним подхожу, вот я держу камеру как раз на уровне практически своих глаз, чуть ниже. И посмотрите, я все оглаши теперь вижу. Все листочки. Мне их видно. И за счет того, что вот у этих подставок можно стоять на месте, вот так их можно перекручивать, то есть я могу всегда повернуть цветочек, который там где-то чего-то закрылся. То есть я их могу еще и крутить, поворачивать. Я не знаю, как вы оцените и что вы напишите, но мне вот эта перестановка нравится. То есть сейчас у меня оглаши стоят все в рядочек. Они все у меня на глазах. И окрас листьев всех я вижу теперь вот с высоты своего роста. И мне это нравится. Ну а полку, которая раньше здесь стояла, я ее опустила вниз. И теперь на ней тоже есть места. Вот эти каудексные бегонии, они стояли вот так на этой полке. Только полка стояла вот здесь на тумбе. И уже вот эти вот сами веточки упирались в лампу. Им уже было там плохо, тесно. Я их пересадила. У меня есть видео по пересадке каудексных бегоний. И я сняла эту полку и их поставила. Вот таким образом. Ну и соответственно у меня вот четыре вакантных места. Ставить сюда мне на данный момент некого. Но я подумаю, что я сюда могу. Кого я сюда могу. Я могла бы сюда поставить асплениумы, например. Они низкорослые. Им бы здесь было хорошо. Но я боюсь, что у меня их погрызут кошки. Она может быть их поесть и не поесть. Но на зуб она попробует. И я боюсь, что она их искусает, покусает. А так, в принципе, можно было бы сюда поставить асплениумы. И это было бы уже завершенная композиция. И было бы это все хорошо. А сейчас мои асплениумы, они у меня живут вот на этой подставке. И из-за того, что они тоже низкорослые, но они пока еще маленькие, конечно, со временем им здесь будет тесно. Даже вот этому, например, уже здесь тесновато. Вон у него там есть зачатки новых листиков. И уже новые листики многие вылезли. И, в принципе, если поставить их, например, вот на эту полку, ну, надо тогда, наверное, вот без этих горшочков. Ну, тоже не особо им здесь комфортно. То есть высота здесь тоже маленькая. Так что отнесем назад асплениум. Сюда надо что-нибудь... О, я даже знаю, что я сюда потом поставлю. У меня сейчас укореняется... У меня раньше была бегония. Называлась она вечно цветущая. Не могу теперь одной рукой поставить. Хорошо, красиво. Вот. Она называлась вечно цветущая бегония. Кто, может быть, знает, у нее такие мелкие зеленые листики. И цветет она мелкими цветочками. Цветет она постоянно, но быстро отцветает. Цветочки эти мусорят. Мне они как-то поднадоели. И я их отдала своим племешам в дом в частной. Вот. А недавно я там была, и я их решила начипать себе. Сейчас они у меня укореняются. И я думаю, что как раз им будет вот здесь вот хорошо. Потому что на ярком солнце у них листья бледнеют, выгорают, они быстро пересыхают. А вот здесь от балкона им, в принципе, света достаточно. И они растут ампельно. И я их вот сюда как раз и посажу. И еще плектрантус мятный я принесла тоже. Он у меня на балконе разросся. Сильно-сильно стал, знаете, как толстые ветки, с мизинец толщиной с мизинец. И весь разрогатился. Места у меня и не было. Я его тоже отдала. А себе сейчас тоже взяла череночки. И вот можно даже сюда плектрантус будет еще вот этот мятный посадить. Он тоже плетущийся. Просто ему не давать разрастаться, обрезать. И он тут замечательно тоже себя будет чувствовать. Ну вот так вот, друзья, я решила с перестановками. Ну вот вам на примере я показала, почему я их делаю и для чего. Заодно, друзья, покажу вам вот такой вот перчик. У меня уже есть один плод. Надо его, наверное, уже пересадить в горшочек в нормальный. Сейчас пойду его пересаживаю. Вот уже один плод какой-то смешной вырос. Сейчас пересаживаю его. Ну и покажу вам свои гибискусы, которые уличные. Тогда, помните, я покупала. Вот сейчас они вот так разрослись. Вот все четыре растут. Листвой покрываются. Вот он один. Второй. Третий. И вот четвертый. Так что все пока нормально растут. Кислица вовсю цветет. Обушки. Кто-то спрашивал про белую обушку. Вот она тоже. Вся в цвету. Разрослась. Очень замечательно. Эта тоже вот разрослась. и цветет вовсю. Продолжает цвести рыжик. Вот он сколько у него бутонов на макушке. Он какой-то такой рыжик, такой нежный рыжик. Персиковый какой-то рыжик. Ну и я все вам говорила, жду желтый. Ну надеюсь, что может быть хотя бы вот этот будет желтым. Вон у него там уже бутоны появились. Так что будем ждать. Так, ну это я уже просто спрашивали, заодно решила вам показать. Ну все, друзья. Начала с оглаш. Оглашем я и закончу. Желаю всем хорошего настроения, теплой погоды, радости и тепла в душе и в сердце. Берегите себя и своих близких. А с вами была я, Любовь, садик цветов.